Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева завершился масштабный ремонт общежития. Свыше 10 тысяч школьников Карачаева-Черкесии принимали участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности в этом году. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов Уделено предупреждению экстремистских проявлений и реализации антитеррористических мероприятий. Подробно обсуждены вопросы противодействия планам Запада внести раскол в российское общество, обостряя межнациональные и межконфессиональные противоречия. Рассмотрены меры по нейтрализации провокационных действий зарубежных спецслужб, пытающихся использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры и иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связей принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства страны Марата Хуснулина. Вице-премьер правительства России подчеркнул задачу сохранить и даже укрепить показатели прошлого года. Он отметил, что данная работа в Карачаево-Черкесии ведется планово и системно. В республике в текущем году в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также государственных программ ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству 212 объектов. Рашид Тимрезов сообщил на заседании, что в регионе реализуется один проект с привлечением средств инвестиционного бюджетного кредита. Это переходящий объект. Он включает в себя строительство 18 километров новых горнолыжных трасс в Донбайе и реконструкцию 16 километров трасс. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы «Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан», включая обучение в другой местности. В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты Центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения Центра занятости города Черкеска Наталья Пожидаева. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению, допустим, работы по имеющейся профессии, или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости, и уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации и профобучения знакомят его с перечнем курсовой подготовки. По необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. Глава Республики Рашид Тимрезов подписал два указа. Согласно первому, 21 апреля текущего года праздник разговения Ид-Альфитер Ураза-Байрам объявлен нерабочим днем. Второй документ утверждает еще один нерабочий день – 24 апреля, день памяти усопших. По традиции, на Радоницу 22 и 23 апреля с 8 до 18 часов, 24 апреля с 8 до 13 часов, жители Черкеска смогут бесплатно воспользоваться специально выделенным транспортом по маршруту Комсомолец-Микрорайон-Юбилейный-Городское православное кладбище. Всего будет задействовано 25 автобусов. В выходные дни в городе будут усилены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей. Этой весной на срочную службу вооруженные силы России отправятся около 80 юношей из республиканской столицы. Как и в предыдущие годы, учитывается физическая подготовка, состояние здоровья новобранцев, а также высшее и среднее специальное образование, наличие военно-учебной специальности, полученной в ДОСАВ. Служить в течение года призывники будут в различных округах и войсках России. В зону проведения специальной военной операции они направляться не будут, отметили в военкомате города. Всего Карачаева-Черкесия направят в армию в весенний призыв 2023 года около 400 человек. Военный комиссариат Черкеска также проводит отбор граждан, прибывающих в запасе, желающих заключить контракт с вооруженными силами России. Черкесск принимает участие во всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Мэр города Алексей Баскаев призвал горожан активно участвовать в рейтинговом голосовании, организованном в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Республиканский центр на голосовании представит два общественных пространства – сквер на улице Красноармейской и Покровский парк. Выбрать, какое из этих мест нужно привести в порядок, в первую очередь, жители города старше 14 лет смогут с 15 апреля по 31 мая. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2024 году. Проголосовать можно на сайте 09городсреда.ру, а также с помощью волонтеров, которые будут дежурить в МФЦ и местах большого скопления людей. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева завершился масштабный ремонт общежития. Капитальный ремонт двух корпусов на 700 мест проводился впервые за более чем 40 лет. По словам ректора вуза Таусултана Узденова, уже начали расселять студентов. Около половины проживающих в общежитии – иностранные студенты. Ремонтные работы коснулись и столовой на 300 мест. В целом, во всех зданиях заменены системы отопления, энергоснабжения, проведены внешняя и внутренняя отделка, ремонт жилых комнат, санузлов, коридоров, заменены камеры наружного и внутреннего наблюдения. А также обновлена противопожарная система, сантехника, отремонтированы подвалы, осуществлена замена окон, дверей и кровли. На эти цели направлено более 230 миллионов рублей. Министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов рассказал о предстоящем форуме «Махар-2023». В этом году он получил статус Всероссийского форума. В 2008 году он создавался как летняя школа-семинар для отечившихся в учебе и общественной деятельности студентов университета. «Махар» с каждым годом обрастает новыми участниками и хорошими традициями. В этом году в форуме могут принять участие 300 человек из 30 регионов России. На площадке форума также пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, сообщил Ибрагим Татаркулов. Это форум «Махар» традиционный, который на территории Карачаева-Черкесии проводится уже аж с 2008 года. В прошлом году в партнерстве с Карачаево-Черкесским государственным университетом был организован и проведен данный форум Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики. В прошлом году он получил статус Северокавказского. Благодаря высокой степени эффективности реализации форумного мероприятия, Федеральное агентство по делам молодежи России рассмотрело наше предложение о том, что форум «Махар» получил статус федеральной форумной площадки. В этом году будет принимать участие на форуме «Махар» более 300 участников, не менее чем из 30 регионов Российской Федерации. Здесь следует отметить, что на площадке форума будет также организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов. Также следует обратить внимание, что он также будет всероссийским. И безусловно для нас это является большим достижением, потому что это впервые на территории Карачаева-Черкесии. И если я не ошибаюсь, впервые в истории Федерального агентства по делам молодежи за два года форум сначала получил статус окружного, а после федерального. То есть это тоже достаточно показательно с точки зрения деятельности органа исполнительной власти, отвечающего за государственную молодежную политику на территории Карачаевской республики. Свыше 10 тысяч школьников Карачаева-Черкесии приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности в этом году. Это на 25% больше показателя за 2022 год. По данным отделения Банка России по Карачаево-Черкесии, самыми активными оказались учащиеся школ Черкеска, Прикубанского и Узиутинского районов. Ребята отлично справились с заданиями, связанными с уловками мошенников и выявлением слабых и сильных сторон в деятельности предприятий. Чуть сложнее дались вопросы выбора страховки, которые были включены в программу «Впервые» и выстраивание производственной цепочки. Жители Карачаева-Черкесии смогут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда стоит обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. Жители и гостей республиканской столицы приглашают на традиционную весеннюю республиканскую ярмарку. Она пройдет 15 апреля на площадке рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Ленина, 387. Посетители ожидают разнообразной продукции от местных производителей, торговых компаний, соседних регионов по ценам ниже рыночных на 15-20%. Это продукция пчеловодства, кондитерские изделия, выпечка, молочная и мясная продукция, рыба и деликатесы, овощи и фрукты, саженцы и семена, сухофрукты и орехи, швейные и трикотажные изделия, посуда и многое другое. Специально для гостей мероприятия будут выступать творческие коллективы и артисты государственной филармонии. Делегация регионального Министерства промышленности, энергетики и транспорта приняла участие в работе выставки «Мягкое золото России» в Пятигорске, а также выставки и армарки народных и художественных промыслов «Сокровища Кавказа». Это крупнейшее отраслевое мероприятие в России и странах СНГ. Традиционно в мероприятии принимают участие сотни производителей со всей России и за рубежа и тысячи представителей торговых организаций, известные дизайнеры и эксперты фэшн-индустрии, в том числе представители легкой промышленности Карачаевой Черкесии. Участники затронули вопросы развития, поддержки предприятий легкой промышленности, взаимодействия в сложившихся экономических условиях с внешним рынком, а также сотрудничества с маркетплейсами, тенденции развития моды и т.д. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаевой Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаевой Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нокайском языках. Перевод аудиолекции национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаевой Черкесии. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду, при поравах 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов. Утром в северных и центральных районах местами заморозки до минус 3. В гарах местами минус 3, свыше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесии без осадков ветер западный 6-11 метров в секунду. Утром местами порывы до 15-20 метров. Остолбик термометра поднимется до 17 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч.